Да чего же приятно видеть все эти три револьвера снова вместе. Три легенды серии Destiny теперь вновь в нашем распоряжении. В этом видео я поделюсь своими впечатлениями от использования Хоук Муна в Destiny 2. Без цифр, просто расскажу об опыте использования. Я не буду петь ему дифирамбы и говорить, что он безоговорочно крутой, просто потому что он из первой части, которую я так люблю. Вас тоже прошу не обманываться, если вы игрок из оригинальной Destiny. От того самого револьвера тут только шкурка, в остальном все совершенно другое. Про то, какое он в первой части, я кстати делал видео перед выходом этого сезона. Посмотрите его, там много интересного, да и чтобы понимать этот бесконечный поток сравнения, полезно будет. На этом моменте я обычно начинаю читать перки оружия, но в этот раз Экзот ставит нас в тупик. Оказывается, Хоук Мун можно ролить, то есть прямо как на легендарном оружии выбивать наиболее комфортный набор перков. Да, я знаю, это очень странно для Экзота, но такое встречается в Destiny впервые, и если это необычное исключение, то я даже скорее заинтересован таким решением. Мы поговорим обязательно о том, как ролить перки и какие лучше всего подойдут к револьверу, но сначала вернемся к Экзот-особенности. Она называется Внепричинный выстрел. Добивающее попадание и прицельные выстрелы из Хоук Муна дают уровни Внепричинного заряда. Последний патрон в магазине наносит дополнительный урон пропорциональной количеству уровней этого самого Внепричинного заряда. То есть, по сути, перк-то банальнейший. Чем больше набил критов, тем больше урон у последнего выстрела в барабане. Но тут я все же попытаюсь своими впечатлениями поделиться. И спустя день игры, перк нормальный. Сначала я немножко был недоволен. Во-первых, конечно же, сыграло внутреннее, а раньше было лучше. Во-вторых, как-то все получалось через раз, потому что, разумеется, мы ждали новую бомбу для ПВП, с которой мы бы могли ваншотать противника. А когда нам сказали, что для этого самого ваншота вам нужно сначала 6 раз других игроков в голову встретить, немножко так подосадились. Это же сложно для среднего игрока. В барабане револьвера всего 8 патронов. И когда ты ставишь цель попробовать кого-то ваншотнуть, это значит, что права на промах или даже бодишот у тебя фактически нет. И вот пробуешь ты раз матч, два матч, не получается, значит все, разочарование, пиковый туз лучше и все такое. Но вот тут и кроется главная проблема, на мой взгляд. Револьвер стал заложником ожиданий и своего же нового перка. Получив этот экзот, все пытаются довести его урон до того самого ваншота. Не замечая при этом, что и на множителе 2, и на множителе 3, и 4 он очень даже работает. Не нужно начинать все по новой, если у вас в барабане заветный последний заряженный выстрел. А стаков, скажем, 3. При таком множителе вы в крит снесете 102 единицы, то есть полностью снесете щит стражу. Неужели это плохой урон? Учитывая скорострельность револьвера, 140 рпм, вам вообще не составит труда сделать 2 быстрых или 1 шот, а потом мощным выстрелом добить. Я в основном записывал геймплей в железном знамени, там урон считать нельзя, но даже там у меня возникали случаи, когда меня выручало минимальное количество стаков бонуса к урону. Х2 и ниже я уже сбрасывал. В случае, если оставалось 2 патрона, и я понимал, что нет смысла их держать без возможности добить этим самым патроном. Потому что, ну, выйду я на противника, снесу ему нормальный урон, потом снесу сотку, у него останется еще примерно единиц 40-50, и что, перезаряжаться перед ним стану. Так что, это тоже стоит учитывать. И это второй момент. Минус револьвера, с которым уже тяжелее работать, на мой взгляд. Емкость барабана. Она крайне низкая. Увеличить ее нельзя было, иначе бы стаки накапливались до таких чисел, что его бы потом нерфать приходилось. Но и с этим запасом играть некомфортно. Как я говорил ранее, права на ошибку нет. Вам постоянно нужно считать. Ага, у меня 4 пули и 2 стака. Значит, если я не буду палить в стены или в тело, у меня хватит на x5 урона. Ну ок, бегу воевать. Или, так, 3 пули и 2 стака. Это какая-то фигня, надо перезаряжать. Плюс к этой проблеме, вечная наша привычка, перезаряжаться, как только мы уходим в укрытие. После фрага или просто выйдя из ганфайта. От привычки придется избавляться, потому что так вы стаки вообще никакие никогда не накопите, не поймете прикола и пойдете писать в комментариях, какой же хокмун плохой. После перезарядки баф сбрасывается, что для меня стало одной из главных негативных черт экзота. Если я играю на охотнике, то каждое мое использование классовой способности перезаряжало револьвер. И все сбрасывалось. А я привык играть через верхний перекат. На варлоке я все время в пвп использовал экзотические ботинки поперечные шаги. Они на бегу тоже перезаряжают оружие. Так что тоже привычный билд идет лесом. Ну и стоит уточнить, сбрасывается баф при перезарядке всегда, а вот при смене оружия только в случае, если у вас тот самый последний заряженный патрон активен. В итоге, для того, чтобы нормально играть с хоукмуном, я менял билды персонажей, учился считать и учился стрелять. Что, кстати, меня приятно удивило, это направление отдачи, она практически полностью вертикальная. В пвп я играю на геймпаде, так что этот момент был крайне важен для меня. И хоть это все еще не 180 архетип револьвера, с его плавающей отдачей, такую отдачу контролировать можно, как минимум на средней дистанции. Ну а на мышке, если играть, то вообще песня. Также сюрпризом стало то, что хоукмун применим в пве. Для урона по большим противникам, не по боссам в налетах, а, например, по боссам в затерянных секторах. Работает отлично, набиваете стаки, стреляя в крит, потом сносите кучу здоровья заряженным выстрелом. Учитывая, что это все на белых патронах, очень даже приятный факт. Я бы, может, использовал его в пве чаще, если бы мое сердечко не занимал другой экзотический револьвер для пве. Теперь давайте о перках, которые можно случайным образом поставить в револьвер. Во-первых, где ролить хоукмун? Из коллекции? Нет. Из нового мини-подземелья. Не знаю, как его еще назвать. Короче, той самой миссии из квеста на ЕМЗ, в которой нам нужно было прыгать по скалам и сражаться с одержимыми. Сейчас эта миссия недоступна на момент записи ролика, но как только она появится, я непременно сообщу об этом в своей группе ВКонтакте. Из всего набора перков, я бы советовал обращать внимание на те, что увеличат эффективное расстояние стрельбы револьвера. Ищем перки удлиненный ствол или полный калибр, первый выстрел или дальномер и гладкую рукоятку для стабильности и комфортного обращения с оружием. Но о перках мы еще поговорим подробнее отдельно, когда миссия станет доступна. А пока же вывод, лично для меня, по крайней мере, такой. Револьвер рабочий в ПВП режимах 6х6, и для тех, кто умеет стрелять в голову. Для остальных лучше все же выбрать какой-нибудь старый револьвер, к которому вы привыкли, заставлять себя играть с Хоукмуном просто потому, что «Ну это же Хоукмун!» Не надо. В ПВЕ, как я и сказал, рабочий, хороший, но 8 патронов в магазине и экзот-слот, который вы лучше займете мечом плач. Так что, не так плохо, как я думал, но и чудо не произошло. В первые строчки меты револьвер со старта не прыгает. Если Банджи не приготовили нам больше никаких сюрпризов, то это, кажется, последний экзот этого сезона. А как я и говорил ранее, на них он оказался богат и большинство крутые. Можно даже составить топ для отдельного видео. Сезонные экзоты. Надо? Ставь лайк тогда, пиши в комментариях, и услышимся в следующих видео. Счастливо!